Всем привет дорогие подписчики! В данном видео хотел бы рассказать про замену радиатора. Будем менять вот этот вот старт радиатор на более новый. Что нам первоначально для этого нужно? Нам нужно знать вот это межосевое расстояние, так как когда будет нагреться отсекающий кран, для того чтобы можно было радиатор в случае чего снять, либо же демонтировать, чтобы можно было на ней, например, поклеить обои, либо это зашпаклевать. Вот, будем ценавливать два крана. Перемычка, если ее нету, она обязательно будет там, либо же обваливаться, если вы это делаете железом, либо же, если полипропиленом, так же самое, как бы делаем перемычку. Для чего? Для того, что если мы здесь перекроем краны, у нас вода могла дальше сашкулировать по своей магистрали. Что нам первоначально для этого нужно знать? Нужно знать межосевое расстояние, если вы просто хотите обойтись малой кровью, оно должно быть 50 сантиметров. У нас тут будет, оно здесь есть. У нас здесь, повезло, у нас здесь две есть резьбы, вот здесь и здесь, нам только стоит отрезать и прогнать резьбу, чтобы она была более-менее свежей, если резьбы нету, вот такими вот клубами, с разных диаметрах мы нарезаем резьбу, если ее нет. Либо же прибегаем к сварочным работам. Радиатор мы берем биметаллический, вот, он примерно, на коротке видно, здесь написано, биметаллический радиатор, вот, рабочее давление у него получается 20 бар и испытание 35 бар. Дальше мы будем уже обрезать, прогонять резьбу и устанавливать кран. Так, вначале демонтируем этот радиатор. Вот, радиатор уже демонтируем. Прежде, чем демонтировать радиатор, вы начали делать минимальный обрез, либо, как в нашем случае, мы открутили одну хуторку и проверили, нет ли там воды. Потому что иногда бывает такой момент, когда, вроде бы, сказали с техникой, что перекрыли воду, ты начинаешь обрезать и квартира затоплена. Ну вот, после того, когда мы отсидели, мы меряем еще раз, что получается по центрам, у нас здесь получается 51 сантиметр. И здесь, если видно, вот эта вот часть, она завалена вверх. Что мы будем делать? Мы будем, либо у нас, так как автогены сюда баллоны нести на ради одного радиатора, если бы самостоятельно, мы будем нагревать ее уже в горелке и выкинать. Нам надо задеть. Геннадий, будем гнуть. Если нам надо, наоборот, выгнуть, мы используем обычный демонстрат, то есть там нагревание, вставляем обычный демонстрат и уже, там, буквально, если там надо полсантиметра выгнуть, это можно сделать именно таким образом. О, блядь! О, блядь! О, блядь! О, блядь! О, блядь! О, блядь! Ну вот, в принципе, как бы уже здесь видно, чтобы времени заняло ерунда, но результат не изменен. Сейчас у нас уже получается четче 50-50 грамм. Вот, когда мы выразили по уровню, у нас идеально все в уровне. Вот, почистили весь бой, прогнали ее в платье. Приступаем к установке уже радиа. Как он собирают? У нас есть, здесь действительно, кутерки на одной S, а на другой D. С одной стороны у нас заключается кутерка с буквой S, а с другой стороны кутерка с буквой D. Здесь есть вот резинки. Смотрите, чтобы эти резинки, они не были перевезнуты. Но это бывает, что эти резинки, они не ровно стоят, а потом, когда... То есть, после того, как вы закрутите, потом он будет скручивать. Ну вот. Здесь ничего сложного нет. И как сейчас выбираются кутерки? Вы смотрите. Уже диаметр вот этой вот трубы. У нас здесь, если видно, двадцатка железа. Мы берем так же самое двадцатый экран. Вот именно три четверти. И кутерки, они есть. Одна вторая и три четверти. В нашем случае, мы берем за кутерки три четверти. Если здесь собак был вот такого диаметра, вот здесь, тогда мы будем брать два кутерки на одну сторону. Так как в нашем случае, боковое подключение, мы вверх составим развод в нужде. Вот такого вот плана. А снизу уже самая обычная задорка. Вот. Дальше мы устанавливаем краны. Соответственно, она уже на трубу. А с этой стороны мы закручиваем американцы. Американцы, она закручивается вот здесь специальный такой вот ключик. Вот. Сходом может другое быть. Закрутим уже ее на самом деле. Здесь мне не надо зажимать куму кутерку. Так как я, когда зажимаю американцу, у меня сразу же зажимается, соответственно, уже эта кутерка. Закручиваем, где она не торчит. Сейчас будем подбывать на нашу трубу. Идем, и устанавливается она для. Идем, и устанавливается она для. Идем. Он нам придет в лени. Соответственно, потом с днем это зажима. Идем. Идем, идем. 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 Когда подкручиваем, смотрим так же, чтобы у нас все было по уровню. И здесь видно, мы немножечко пересарались, буквально на 2 мм пересарались. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас берем обычный зонтрат. И вот таким вот образом обычным зонтратом мы вот этих вот 2 мм выгибаем. Конечно, удобно это делать, может быть, гидравлическим зонтратом, но... Буквально вот немного. Сейчас скручиваем это все нормально. Здесь проверяем. Как вы видите, уже у нас четко он подходит. Детенький собранный франк. Вот. Сядем 2 американцы. Как мы вымеряем незакрестное расстояние уже, это не вот этих вот скучков. Мы вначале берем и складываем уровень. Смотрим, чтобы у нас здесь было по уровню. Вот видно, да? Немножечко приподнято. Приопускаем. Потом берем обычную звездку. Вымеряем, чтобы у нас было по уровню. И вот здесь видно, да? Я протихнул. Сделал насечку и просто... Вот. Вот. Немножечко на фернил. Я уже знаю, что у меня уже здесь будет непосредственно стоять самый скучок. А уже самый с этой стороны. Теперь я снимаю радиатор. Ну вот. Вот того, как мы отметили, мы начинаем проходить. Сейчас мы устанавливаем пробки. Зар acheвачиваем баром. Вот залๆ и в течение. Зар renovation что мы делаем? Зарей 얼굴 работу. Я готова, вот питомент. То есть такая уже покупка. С этой стороны с одной стороны с другой стороны. нам нужно закрутить крючок так, чтобы вот эта вот часть получается была совпадала с этим. И так же само мы отмеряем все крючки. Ну вот, с того как мы все крючки уже установили, сейчас будем подновесные крючки. Продолжение следует... Так что, я думаю ничего здесь такого сложного нет, так что если видео вам было полезно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки вверх, чтобы не пропустить нового видео. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok